По просьбе нашего редактора, передаю привет коллегам в не совсем обычной форме. Итак, уже больше суток ЦВК не может досчитать последний процент голосов. И в принципе, мы ждали момента, когда у них появится надпись «100% обработано». Но это может продлиться еще какое-то время, а точку в этом куске битвы уже давно пора ставить. Сравнивая то, что уже сейчас имеется в итогах подсчетов ЦВК, делаем вывод, что эти данные примерно совпадают с данными экзитполов. Единственное явное отклонение – результаты партии «Родина» имени Юли Тимошенко. Результаты вместо 1,5-2% погрешности дали ее примерно в 10%. И это говорит о том, что у бабули хватка никуда не делась, и она знает, как правильно подсуетиться. Но по сути это ничего не решает, разве что теперь она обошла на сотые доли процента ЕС и стала третьей в списке. Через месяц уже никто даже не вспомнит о том, кто был третьим, а кто четвертым или даже вторым. Тем не менее, эту особенность надо иметь в виду. В итоговой статье мы уже не станем повторять перечень причин такого результата голосования, поскольку уже несколько раз и с различных точек зрения это сделали. Просто обратим внимание на то, что отметила наша редактор, а на самом деле это очень интересно. Итак, сначала рассмотрим только и исключительно результат ЕС в девичестве БПП. Надеюсь, я не употребил слово «поражение» именно в плане результатов. На этот момент 8,12% голосования на парламентских выборах. Если где-то все же употребил, то здесь поясню, что безусловное поражение было на президентских выборах, а здесь его не было в принципе, и вот почему. На самом деле у Пороха не было и пока нет классической партии с идеологической основой, которую можно было бы соотнести с партиями нормальных стран. К сожалению, наш голос о том, что партия, поставившая своими лозунгами «Армия, вера, язык» должна иметь четкое и понятное название без имен собственных и географических названий, не был услышан. В первую очередь, это бы указало на родственные связи с партиями европейскими и не только. В таком случае, самой партии было бы легче взаимодействовать с родными партиями других стран. Безусловно, набор лозунгов должен был дать название «Консервативная партия», но уже как есть. Дебют партии состоялся в 2014 году и уже после президентских выборов, когда Порох стал президентом. Такая очередность выборов, безусловно, дает повышающий коэффициент президентской партии. Этот вариант можно рассматривать как максимально возможный в обозримом промежутке времени. Кроме того, в тот момент работал мощнейший мобилизационный фактор именно для патриотических, а особенно правящих партий. Этот фактор задрал рейтинг всем партиям, которые либо были патриотическими по сути, либо имитировали патриотизм. Хотя и тут были варианты, о чем далее. Тем не менее, в тот момент для политической силы Пороха, хоть и новой, были идеальные условия. Кстати, то же самое мы сейчас увидели в варианте с Зе и его слугами. Тот же самый эффект. И вот, имея эти факторы, по сути своей являющиеся повышающими коэффициентами, БПП тогда набрала 21,82%, и за нее проголосовало 3,437,521 человек, что в парламенте вылилось в 63 места. Заметим, число проголосовавших не стоит сравнивать с тем, сколько и за кого проголосовало на этих выборах, поскольку тогда не было организовано голосование граждан из оккупированных территорий, военных, добровольцев и лиц, которые были связаны с боевыми действиями и которым просто было недоголосование. Кроме того, именно в то время, часть людей была в режиме непонятно кого, уже беженцами, но без понятного механизма их голосования. А часть, и довольно большая, выехала в Европу, чтобы пересидеть самые опасные недели, и Лавайск, и все такое. Безусловно, тогда у всех патриотических сил было бы больше голосов, и у БПП тоже. Думаю, миллиона четыре было бы точно. Но это предположения, которые, как говорили старые прокуроры, к делу не пришьешь. Теперь берем результаты нынешних выборов и просто снимаем те повышающие коэффициенты, которые, безусловно, давала мобилизация и президентский статус пороха, а значит, статус правительственной партии БПП. А сколько что снимает? Смотрим дальше. В 2012 году правительственной была партия регионов, и она тогда набрала, включая админресурс и подконтрольные СМИ, 30% голосов. Думаю, что это естественный потолок для правительственной партии. Если, конечно, не выставлять проценты вручную, тогда и 146% легко получается. Но вот уже в 2014 году оппозиционный блок, та же партия регионов, получил 9,43%. То есть результаты просели более чем втрое. При этом заметим, что собственники центральных телеканалов, Интер, Украина и так далее, не стали патриотами или кем-то подобным. Они работали примерно в том же ключе, что и в 2012 году. Тем не менее, отток налицо. Да, там надо учитывать не голосовавший Крым и часть Донбасса. Но все равно, результаты просели в разы. В общем, ЕС собрало примерно в 2,5 раза меньше голосов, чем в 2014 году, что даже меньше просадки регионов. Хотя фактор Крым в данном случае был с лихвой перекрыт московскими технологиями и деньгами, которые превратили предвыборную кампанию весной и летом в сплошное избиение пороха и его политической силы. Скажем так, история Украины просто не сталкивалась с подобным остервенелым засыпанием политических деятелей или политической силы. Так что в сухом остатке ЕС показала очень приличные результаты и, главное, выстояла как парламентская партия. Это очень важно, поскольку теперь появился шанс на то, что Украина получит первую настоящую политическую партию, а не то, что у нас было и есть. Но посмотрим на картину последних трех выборов 2012, 2014 и 2019 годов. Так, в 2012 году тоже была пятерка лидеров, двое из которых были безусловными. Первенство держала правительственная партия регионов с 30% голосов. Второй была оппозиционная родина Юли Тимошенко с 25,54%. Заметим, БПП даже в лучшие времена столько не имела. Третьим был удар с 13,96%, и который в этот раз сделал ставку на мажоритарщиков и в итоге покинул высшую лигу. Четвертыми были коммунисты с 13,18% и замкнули пятерку лидеров националисты от свободы с 10,44% соответственно. А вот в 2014 году картина резко изменилась и по вполне понятным причинам. Тогда патриотические силы получили шанс, впервые в истории обогнав политические группировки Донецких и Днепропетровских. Что характерно, лидером этих выборов стал Народный фронт с 22%, и тогда за них отдали голоса 3,488,114 избирателей. И дало это на один голос в парламенте больше, чем у БПП, 64 мандата. Вторым стал БПП, результаты которого мы уже приводили. А третьей стала Самопомич, которая неожиданно набрала 10,97%, исключительно на скандальной славе человека с носком на голове, который до носка был Костей Гришиным, а после его снятия превратился в Семена Семенченко. Четвертую позицию занял оппозиционный блок с 9,5%, пятую – радикальный Ляшко и замкнула список лидеров Родина с 5,68%. Заметим, что весь этот список лидеров, за исключением ОППА, вошел в парламент под патриотическими флагами. Даже Юля имитировала патриотизм. А Самопомич так и не сняла эту маску. Хотя вреда она творила не меньше, чем Родина. Подведем некоторые итоги. Кто, безусловно, потерпел поражение в этой драке? Как это ни странно будет звучать, наибольшее поражение получила Свобода. Она претендовала на то, чтобы стать постоянной величиной на политической сцене Украины. Но два поражения подряд, а особенно то, что делали мажоритарщики Свободы в последние пять лет, сделали ее настоящим изгоем. Думаю, что она окончательно потеряла не только интерес избирателей, но и тех, кто ангажирует политические силы для проведения каких-то акций и мероприятий. Имитация национализма выродила эту политическую силу в настоящих маргиналов. Безусловно, сокрушительное поражение получила Самопомич. За пять лет она показала антипример парламентской политической партии. Она могла стать устойчивой политической силой, но стала играть исключительно в грязные игры и, что самое показательное, в бессмысленные игры. Последние год-два-три они прицельно топили пороха, но, утопив его, не получили никакого профита ни парламентской фракции, ни даже группы мажоритарных депутатов. В общем, покойся с миром, Самопомич. Собственно говоря, потерпели поражение партии, завязанной на личностях своих лидеров, в том числе удар и радикалы. А вот самое тяжелое поражение получили ОППО, бывшие регионалы имени Ахметова. На самом деле, этот раунд остался за Коломойским, прямым, а не вынужденным, как порох, оппонентом Ахметова, материальной основы ОППО. По сути, разногласия Пороха и Коломойского не касались конкретных спорных объектов. Думаю, что сам Коломойский понимает, что жесткие конфликты возникли не по причине дележа каких-то конкретных вещей, а потому, что он сам начал ставить под сомнение авторитет Пороха как президента и получил жесткую обратку. Что касается Ахметова, то в бытность Януковича его люди конкретно придушили бизнес Бени, и не только Бени. И теперь тот получил карт-бланш сделать Алаверды. У Ахметова был шанс, или скорее надежда, получить коалицию Зе и ОППО и договориться о правилах игры. Но Зе эта коалиция уже не нужна, как и не нужны услуги ОППО. А ведь не имея идеологии, а имея только финансовые интересы и утратив возможность даже их отстаивать, Ахметов получил поражение и, говорят, у него уже заявили об уходе из политики. А это признание поражения. Больше ОППО ни для чего не нужны в принципе. Разве что их будут как-то использовать кремлевские кураторы. На этом все. Зе сформировано тоже как аморфный конгломерат, без идей и даже особых бизнес-интересов. Вернее, интересы-то есть, но они имеют формализацию в исполнении Коломойского и его людей, которые вошли в парламент лишь номинально под флагами Зе, а на самом деле это его личные люди. Такая ситуация практически идентична тому, как она складывалась в 2014 году. Беня тогда влился в добробаты и считал, что держит президента за причинное место и может развернуть ситуацию как угодно. Прошло совсем немного времени, когда на повестке дня встал вопрос двоевластия, поскольку Беня считал себя над властью. А дальше все помнят, как развивалась ситуация. Сейчас она имеет ту же самую природу, но в более серьезном аспекте. Коломойский считает Зе своим с потрохами, но за Зе пошли люди, которым совсем не улыбается ложиться под беню. И рано или поздно снова встанет вопрос, кто в доме хозяин. Это лишь один аспект заложенных, но пока не запущенных центростремительных сил. То, как и из кого сформирована Зе часть парламента, вполне может повторить судьбу лидера минувших парламентских выборов, НФ. В это воскресенье все, что мы, да и они сами называют Зе, достигло своей наивысшей точки. Дальше только вниз. В общем, мы получили мощный откат патриотических и псевдопатриотических сил. И особенно это касается мажоритарки. Но такой же мощный откат произошел и в рядах старой пророссийской гвардии. Начиная с Кивалова, который тоже проиграл Зе-кандидату. Конечно, лучше, чтобы таких деятелей выбили наши, но не в этот раз. Сейчас процесс пошел таким образом, что, скорее всего, забеспокоились и в Москве. Поскольку их старая гвардия либо просто вылетела из парламента, либо осталась в таком количестве, что она ни на что не влияет. Они были испытанными и проверенными. А как дело сложится с этими – еще большой вопрос. И, наконец, разной оказалась судьба НФ и БПП. Они были сформированы примерно аналогичным образом. Довольно разношерстной публикой, которая пыталась отстоять свои бизнес-интересы от поползновений двух основных кланов – Донецкого и Днепропетровского. Но оппоненты с Востока, кроме всего прочего, имели и четко выраженный стайный территориальный признак. Поскольку оба региона имели сходные отрасли промышленности и всего остального. И именно территориальность их делила на два лагеря. Как показал опыт Ющенко, безидейная политическая сила, построенная от обороны разношерстных интересов, не жизнеспособна. Наша Украина как пришла из ниоткуда, так в никуда и канула. Как только за Ющенко закрылась дверь президентского кабинета на Банковой, обе политические, пусть и ведущие силы, получили время для того, чтобы консолидироваться на какой-то вменяемой основе. Территориальность в их случае не имела решающего значения. А это значит, надо было генерировать идеологическую основу и формировать долгосрочную программу действий. Но никто этим там не занимался. И в итоге ситуация оказалась очень простой. Как только власть уйдет в другие руки, все закончится. Поскольку сдерживающей была внешняя оболочка, а не внутренний стержень. То есть, без каких-то кардинальных внутренних перемен, обе эти силы были обречены на исчезновение с политической карты Украины. И с НФ именно это и произошло. А вот Порох успел сориентироваться и задать своей политической силе новый вектор. Жаль, что это произошло на коленке и в авральном режиме. Но все же произошло. Надеюсь, что Порох таки понял, что на те идеи, которые он декларирует, есть устойчивый спрос даже в убитой пропагандой стране. Это мог понять только очень умный человек, способный мыслить большими временными категориями. ЕС выстояла в ситуации, когда сделать это было очень сложно или почти невозможно. И при том, что она вывозила на своих плечах критику Пороха, на которой и была построена предвыборная агитация всех, кто в выборах участвовал, в том числе, вроде бы поначалу дружественных Гройсмана и Вакарчука. Именно сейчас наступило лучшее время для качественной трансформации или даже перерождения в настоящую политическую партию. Надо быть готовыми уже с новыми принципами вступить в следующий этап политической борьбы. Времени на раскачку нет, поскольку наступить этот этап может очень скоро. Под влиянием внутренних или внешних факторов. Сейчас уже нет мотивации пиариться на критике Пороха. Она будет постепенно угасать, поскольку уже прошли оба этапа выборов, и сейчас нужно многое сделать. И в первую очередь наладить простую и вменяемую линию коммуникации с теми, кто поддерживает эту силу. Начинать нужно с изгнания людей, которые работали на этом направлении. Изгонять как провокаторов, так и диверсантов. В любом случае, мы впервые получили нашу партию, которая не разбежалась после утраты власти. Такого у нас никогда не было, и, наконец, мы это получили. Вернее, мы этого добились своей стойкостью и своими голосами. А это уже качественно другая ситуация. И как бы это ни звучало перетянуто, именно в этом наша победа. Субтитры создавал DimaTorzok